Добро пожаловать в Тулу! Ну и кого еще не назвал арбитров матча. Обязательно это надо сделать. Бригада из Санкт-Петербурга. Роман Макшанов. Первый рефери сегодня. И Константин Гусев ему помогает. Ну, наверное, во втором матче ситуация может и поменяться. И подарки все любят, безусловно. И белгородцы вот это такое стартовое давление не то чтобы сохраняют, но по крайней мере не теряют на этом отрезке. Понятно, что здесь одним напором таким соперника не сломают. Рвутся назад на вершину иерархии нашего волейбола национального. Для них, наверное, любой формат сейчас крайне важен. Есть возможность. Смотри, какая защита. Да, и у тех, и у других. И хозяева выиграли, я думаю, этот мяч. Будет там челлендж. Если не будет, забит он. Но Мохаммитар Хачдади поднимает трибуны на ноги. Ну, действительно, это заслуга двух команд. Есть Динаусы над чем потрудиться. И вновь хороша атака, хороша защита. Но в этом эпизоде Антон Семышев празднует успех. Джан. Не просто было Богдану хорошо. Он справляется с этой подачей и отстреливается по линии мощно цветом Соколов. Но она у него всегда была в порядке. Другое дело, что получалось в матче с «Зенитом». И это такие большие перспективы. Динамо, в принципе, сулит плей-офф. Похоже, что-то у Семышева. Но главное, что эти хорошие подачи есть. Кто-то скажет и будет абсолютно прав. Блестящая атака Ильи Власова с какой-то колоссальной высоты. Какую-то такую острую, что ли, фазовую это все приняло по ходу плей-офф этого сезона. И у мужчин, и у женщин. Так что вот такая возможность появилась. Как это будет реализовываться? Ну, тут пока сложно что-то говорить. Также как сложно реализовать атаки и тем и другим. Но когда из защиты все это происходит, Мохаммед Аль-Хачдади прерывает этот эпизод блестящим ударом. Не рискует он. Не знаю, что правильно или нет. Правильно по итогам всегда все говорят. А по итогам Белогория этот мяч выигрывает. Ну, вот по нашему показу оно выглядит именно так. Еще одна классная подача. Был тот самый сеточный мяч. И Белогория имеет возможности без какого-либо челленджа его завершить. Защищался классно Панков. И попадание по блоку. Да нет, челленджа никакого не будет. Еще один просто классный розыгрыш мы получаем. Часто с ним рисковал в концовке матча в регулярном сезоне. Поменьше этого стал делать сейчас. И, наверное, не будет настаивать. Вот тот самый случай, когда это верным решением является. И пока Богдан. Джана трудности. Ну, подача хороша. Хачдани. И блестящая атака Соколова. 18-19. И давайте смотреть, что будет дальше. Богдан. Новый Джана. На сей раз хороший прием. И Заболотников блестящий атаку реализует. И еще раз Заболотников. Такой уже, я бы сказала, рискованный вброс Порошина. Вы знаете, такое ощущение бывает, что иногда придерживают нападающих своих, связующих в какой-то момент матча происхождение, появлений такого волейболиста. Тем не менее, ну, такие вещи всегда выглядят любопытно. Согласитесь? Это подача попроще. Александров еще и в защите умудрился касание сделать правильное. О центральных посложнее мы знаем всегда. И все-таки Динамо добивается своего. Ну, понятно, с простых мячей. Изначально, что ли, позиции подает Семышев. Трудности утропка. Да еще какие мы, браво, Павел Панков. Потому что пушечный отскок буквально был по скорости от принимающего. Порошин. Нет, ну, с Фласовым пока по высоте Червякову трудновато бороться. Тут надо подающему искать, что-то более сложно. Он вообще такое ощущение, что в первой партии минимально атаковал. И ему дают решающий мяч, который не без приключений, но оказывается на стороне московского Динамо. 25-23. Белогория берет первый сет. Кто вел в счете, тому было полегче. Давайте, наверное, так это все охарактеризуем. Ну, соответственно, Белогория добилась своего. О, и Мохаммед Аль-Хаджади. В сеточных мячах очень много могут. Немножко их под углом у нас располагают. Мы уже привыкли к этому привычным, да? Но если по сетке развернуть, она и сработает в нужном направлении. Блестящая атака Джана. Передача-то от лицевой или даже из-за лицевой линии из глубины. Действительно, матч классный у нас сегодня. Здесь это вернуло снова телемониторы. На столике арбитров там, где они исчезают начали, скажем так. Но вот еще раз подчеркну, это нововведение только для четверки. Первый. Мы о судействе побольше говорили, но с силой этих нюансов, чем есть проблемы у арбитров. Ну и как же классно Джана использует Белогорьев. Было это, Саня, было. Пошли дальше. Есть прием, есть атака. Нету результата в этой атаке. Вот на сей раз прихватили Джана. Все-таки... Соколова сработала. 8-8. И вновь Джан, и вновь результативный блок, и вновь одиночный. И ведь не скажет, что Роман Порошин неправильное решение здесь находит. Выигрывает для своей команды. Ну и, конечно, серию подачи Белогорца давайте отметим. Четвертый блок подряд. Удивительные вещи. А почему же не за Болотникову, да? О потере и Брагина в том числе. Порошок какое решение. С другой стороны, кто-то скажет, и напрашивающиеся на задней линии в данном случае. Вряд ли это были такие большие последствия для атаки Белогоря имел. А здесь... А здесь... Ух ты, чуть не выиграл из защиты мяч Павел Тетюхин. Белогоря продолжает обороняться. Уже Порошин блестящий в защите играет. И Павел Тетюхин по рукам ударом сравнивает счет. Сколько же таких классных эпизодов в исполнении двух команд мы получили по ходу этого матча. Давайте, кстати, взглянем на результативность в этом матче. Паузы нет. Взглянем чуть позже. Какая защита от... Попкова рискует Соколов. Из безнадежного мяча получает фрибол за своей команды. Сам же его будет реализовывать. И делает это блестящим цветом Соколов. Девятое очко в этом матче. Вот теперь мы можем о самых результативных поговорить. Лучше повода и не придумать Соколов. Достаточно подвижно относительно отрезка какого-то матча. Вот это-то и с очень важным будет. Заболодников первый мяч, который он сегодня не забил. Его забил Павел Панков. Действительно, блестящие динамовцы тут защищались. Соколов. Нервный прием у Маслиева. Он появился как раз для того, чтобы помочь в этом элементе вместо Джана. Получается наоборот. Не такая быстрая была подача у Соколова. А куда это дальше повернет? Наверное, логично предположить, что у динамовцев какое-то, может быть, психологическое превосходство появится. Но пока я не думаю, что это по ходу игры проявляется. Масковать дальше. Ничего не остается. В Кернина попадает. Власов очередная атака. Власов по-прежнему безупречен. Пятая атака из пяти попыток. Никита Зудин у динамов вышел на подачу. Червякова возможность побывать в атаке. Не так, как много сегодня. Но при этом счете не будет сомневаться. Тетюхин. Богдан. Нет, не ему это суждено будет сделать. И не сейчас. Один мяч белгородцы отыгрывают. Два таймаута есть у Константинова Брянского, кстати. Но, тем не менее, оставание уж больно большое. Все. Ошибся Тетюхин. Так что будем смотреть третий сет со счета 1-1. Расстановка с подачи Белогорца становится проблемой для хозяев. Как по накатанности шло, пока динамовцы его блоком не придушили. И изрядно, скажем так, подточили его уверенность в том числе. А Хачдади нет. Москвичи не спасают этот мяч. Вообще, как-то я уже на себя поймал на мысли во время этой атаки, что давненько и повода не было. Мохаммед Аль-Хачдади вспомнить всех игроков этого матча. Да, хороша доводка. Попал, да? Попал. Так, он всего лишь в хороший перевод. Так, Белогородцы с надеждой смотрят друг на друга. Если планово, то в конце сета это где-то, наверное, рассчитывал применить Александр Волков. Но тут уж не та история. Блестящая просто передача от Порошина. При сбитом приеме. Пока динамовская подача лучше. Выглядит вот с определенного момента. Заболотников. Опять Ласов. Но пока где-то он сам по себе. Как бы не горько это звучало для белгородцев. Червяков. Ну, может быть, какие-то нетривиальные ходы должны здесь помогать. Червяков все-таки пока дозированно очень использует. Но это, наверное, во всех элементах начинает сказываться. Хачдади. Потом по линии мы, видимо, коридор оставили. Потому что никаких даже малейших возможностей у Кермина такой атаке защищаться здесь нет. Хороша подача. У Тетюхина колоссальные проблемы. Но тут Дорогий сыграл как. Ну и не должны динамовские такие эпизоды выпускать. Четко через диагональ. Таким мячом неплохо адаптирует. Остался на площадке Маслиев и на передней линии. Как-то мы на этом не заостряли внимание. По сути, в атаке-то его и не было. И поводу, может быть, большого. Вот подача его была первая. Это у Белогория первая ошибка получается на подаче. На это внимание не обратил. В третьем сайте отдельно взятом. Вновь хороша подача. Тетюхин с ней неплохо справился. Хачдади выигрывает. 14 очков для Белогория. Ну, что-то в этой партии. Правда, пока вот какой-то ценности в игре хозяев площадки не наблюдает. До встречи. Ну, в этом матче еще ничего не ясно, безусловно. Тем не менее, интересное наблюдение. Ну, тут уж никак не отзащищаться было. В первом случае Белогородца спасла ошибка соперника. Я не имею в виду. Другая полуфинхальная серия из двух. Может быть, самая здесь неприменима, но тем не менее. Ротко вот тут справляется. Заболодников прекрасно играет на голове. Первый темп. И действительно, Артем Александров. Ну, ничего. Достаточно смело. Высокий мяч подарил своей команде. Но в защите это Белогории ничем не помогло. Александрову плюс. Динамо плюс двойной. Потому что они повели в счете 2-1. Полного баланса все равно трудно достигать. Ну, давайте попробуем разобраться. Во-первых, гениально абсолютно в атаке игра у тех и других в третьей партии. Белогорода 64% реализации. Динамо 67%. Эту партию Станислав Маслий в стартовом составе начал. Вот так вот Джанзиния отправил в резерв Александр Волков. И это здорово. Ну, здесь Семышев молодцом. Вновь блестящая атака Власова. Пока он сам по себе в этом матче блок Белогории даже фоном не является для него. Вот так настолько много опаздывает. Возможностях, которые дает умение и опыт. Ачдади очень технично. Небольшая буквально затяжечка. Нашел все-таки, как от Кермиина избавиться. Порошен своей подачей. Но ничем это не помогло его команде. Ну, совсем не сложно все. Давайте сборную Италии хотя бы вспомним. Там, правда, редко связка. Связку именно меняет. Но есть связующие, которые хорошо выходить с хорошей подачей может. Другой, Соколов, какие мячи забивает. Пойди себе позволит и сделает Заболодников в этой партии. И еще раз хороша подача. Кстати, по-моему, самое длинное у Хачдади пока серия вырисовывается. Сколько она продлится. Динамовцы против. Сам Хачдади за. 12-9. В таких эпизодах молодцом Семышев. Но ему надо обязательно забить. И он справляется с этой ситуацией. Иначе все это качество приема никуда бы делось. Итюхин по рукам. Хороший все равно смягчение. Не успел добраться до мяча. Пришлось Власову оббегать по Анкову. Отсюда и проблемы. Итюхин на чуть зауженном мяче искусственно отпорошено. Но центр-то должен был Заболодниковым оставаться. И поэтому вот это направление чуть зауженный мяч и оставлял. И вновь Власов. Браво здесь, конечно, Панков. Непростой был прием у Кермина. Давайте продолжать эту линейку. Плюс два, плюс три. Пусть ненадолго. И посмотрим, удастся ли дальше это делать. Ну, по крайней мере, прием у них есть. Еще одна атака Титюхина. И как же разбирается. Как же быстро находит решение Павел Панков. И сложнее всей защиты Соколова. Нет, не успеет Павел Титюхин. Несмотря на свою стремительность. Не будь там судейского столика. Да, наверное. Уж коснулся бы мяча. Точно. Насчет спасти у меня все равно остаются какие-то сомнения. Сергей Червяков. Тут же укороченная Титюхина. Тут уже Богдан в обанк не пойдет. Хачдани на передней линии. Браво Керминин. Неужели не все? Не все еще в этом эпизоде. Маслиев по рукам. Ну, тут уж и даже расставиться. Динамовцам времени не оставалось. Белогорье очередное очко выигрывает. 18-14. С боями буквально к пятому сету хозяева сейчас пробивают. С него в Белогорье 21 очко уже у Хачдани. А вот и Соколов. Такой локальной погоней за динамовским бомбардиром. Но главная погоня командной сейчас. Достали Власова наконец-то по высоте. Но чуть ближе для этого к сетке передача должна была быть. И редкий случай, когда мяч в этот самый куб попадает не после защиты, а от блока. Но блока это тоже, кстати, час защиты. Так или иначе, 25-19. И нас ждет решающий пятый сет. Но шансов на это было немного. Хачдани вновь хороша подача. И это даже эйс остановился почему-то Богдан, понимая, может быть, веря во всесилие Керминина. Одна своя подача и почти ничего от него не останется. Вопрос, где этот съем найти сейчас? С динамовцем. Потому что Хачдани мяч летит в фрибол у Белогория. И тот же Хачдани плюсует, плюсует и плюсует. Свои статистики. Не стал рисковать, тем не менее, после перерыва за Болотников. Какая защита. Вроде бы от Керминина. Но невольно он поймал на движении Соколова. Если бы тот не пошел бы страховать своего партнера, остался. Может быть, и успел в психологии решающего сета. Масли его проблемы в приеме, конечно, тут ничего не скажешь. Хачдани выручает на тройном локе. Хорошая атака по рукам. Но интересно, пусть этот Жанн в бой в решающей партии. Активно китаец разминается. Хороша подача. Но все подачи хорошие пока в Керминина летят у Белогоря. Заболотников на задней линии. И именно это помогает этот мяч поднять. Защита Динамо. Соколов. Не было касания блока. Мяч от троса вот так вот в аут выразительно спружинил. Заболотников на подаче. Для Белогоря, конечно, потеря колоссальная. Забивает мяч Богдан. Но тут Либера нет. Конечно, Заболотников эти мячи там сверху тащить нормально. Снизу не просчитаны в этом матче. И я не про подачи. Естественно, Ильи. Протравму. По сути, безальтернативного первого номера связующего Белогоря. Пока его партнер расправляется. Павел Тетюхин. Команда проигрывает. Маслиев. На сей расправляется. Тетюхин по блоку. Расстановка с диагональной четверки у Белогория проскочила. 9-7. Ну, что там будет дальше, даже гадать не будем. Смотрим, что будет сейчас. Павел Тетюхин на подаче. Блестящая атака Богдана. Но тут и прием был классный. Хороша подача под Рябинкина. Не будет атаки. Вот так, конечно, Соколов нападающий удар выполнил. Но не более того. Куда летит мяч? Что-то такое мы уже видели на Олимпиаде. Когда отец Павла Тетюхина от задней линии мяч принимал. И тогда и сейчас, похоже, он действительно в площадку попадал. Под Рябинкин. Не так часто от него укороченный мяч увидишь. Вроде бы динамовцы так не быстро реагировали. Но и мяч не быстро летел. Успели сделать доводку. Там жук мелькнул на площадке вместо Белогорцева. Уже и обратная замена. За Болотников ведь на передней линии. Есть доводка. И есть передача за Болотникову. Ни секунды сомнений. Ну что, здорово молодой Сизующий себя пока чувствует. В том числе и готовит вся команда. Сетка, ну, как-то смягчила. Очень здорово сыграл Маслиев. И тут в диагональ. Логично. Но низко. Низкая была передача сейчас от Жогова. 13-11. Не все еще в этом матче далеко решено. Повторюсь. Очень такая интересная расстановка сейчас, где у Белогория могут возникнуть проблемы. Ну, давайте смотреть. В Маслиево. Это важно. Китюхин. Блокаут. И первый матч серии забирает Белогория. Не будет никаких челленджей. Вот такое яркое и интересное начало. Почти два с половиной часа игры. А сколько еще суммарно этих часов команды внутри этой серии на площадке проведут? Бог весть. По крайней мере, послезавтра повторная игра здесь же в Туле. Мы будем, конечно же, ее показывать и вместе с вами за ней следить. Ну, а сегодня у нас все. С вами был Владимир Стецков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин